посмотрите на какую полянку мы набрели с мамой гуляя в лесу то есть вот на этом месте в прошлом году тоже были снеговички поэтому мы в принципе сюда шли целенаправленно проверить есть ли тут снеговички они есть посмотрите какая красота моему стыду я так до сих пор не узнала авторов вот это вот этих произведений как мне объяснили это мама здесь с детишками приходит сюда и лепит вот таких снеговичков наряжает их ежегодно и приносит радость как своим детям так и чужим которые приходят сюда отдохнуть я так думаю что и в новогоднюю ночь они сюда приходят это недалеко от места где дома наши расположены поэтому в общем то я думаю что на новый год можно сюда с детьми прийти вот такая вот елочка посмотрите какой бантик наверху вместо макушки очень красиво а вот это вот снеговичок лесовичок вместо морковки нос у него шишкой такой симпатичный персонаж лесные жители кстати говоря здесь сосны и скрипят и создается впечатление сказочное ну и это у нас хрюшечка которая уходит боже мой ну сказочное не сказать но скрип такой жутковатый сосен такой даже где-то как будто ребенок плачет и так свинья уходит приходит мышка ей нас на смену и дай бог чтобы она принесла нам счастье удачу и все самое лучшее что может быть в жизни человека вот здесь вот такие вот скамеечки можно здесь присесть и отдохнуть досуге я не знаю закончили они свою работу или нет я так думаю что нет не закончили это мама моя шумит она раскладывает семечки для птичек вот кстати говоря сегодня птички не видно бывают такие дни когда они видимо куда-то улетают и их вот посмотрите вот такой носочек носочки такие пришли тоже к нам запада или с америки откуда-то оттуда вообще конечно мы бы должны свои традиции прежде всего сохранять мы уже наверное не помним как раньше отмечали новый год и ты красавица ну все мы пойдем дальше посетили эту полянку у нас еще в запасе одна полянка но я так думаю что мы ее попозже посетим то есть насколько мне известно здесь в этом лесу три поляны друзья мои вот видите подпаленное дерево сосна вот таким образом люди берут серу вытапливают из ствола дерево но это конечно варварский способ ну почему я знаю потому что наши ребята делали точно так же жалко а теперь конечно я понимаю что это очень жалко вот на этом тоже ну в общем вокруг этого много очень вот этого всего вот посмотрите вот тоже вот смола прям таки течет для того чтобы ее жевать но и сейчас уже имеются жевательные резинки я не знаю для чего портить дерево я как всегда мораль читаю морализирую все вот посмотрите кора какая это сосны это все сосны у нас вот эти маленькие елочки они уже повырастали раньше их я уже говорила об этом раньше их вырубали для того чтобы был сосновый бор вот мы пробираемся на тропу здоровья потому что мы сделали от вы от ветвление отошли от тропы здоровья для того чтобы попасть на полянку ту с чудными снеговиками дорогие друзья сегодня у нас суббота день чудесно идет небольшой снег солнышко правда как всегда нет почему-то она нас перестала радовать но все же мы не унываем красотой вот такой наслаждаемся птичек кормим где-то они пищат попискивают смотрите какая красота мамы с детишками с санками пошли наверное на синий камень кататься с гор мы к сожалению туда попасть таки не сможем очень жаль вот посмотрите вокруг какая красота какая благодать какой снег беленький симпатичный а когда светит солнышко он переливается различными цветами становится либо розовым либо голубым но не чисто розовым а таким слегка розовым слегка голубым приобретает различные приятные оттенки сейчас он беленький беленький снег смотрите какая красота но вот на самом деле птичек не слышно кормушки полные у них но вот не видно куда-то они поулетали все вот такие вот елочки все в снегу стоят посмотрите чудо чудо из чудес какая же красивая природа все-таки на урале ну хотя в принципе везде в каждом краю красивая природа везде найдутся свои прелести свои красоты свои особенности вот пенечек какой я представляю на нем зайчика в белой шубке представляете мама моя идет все по сторонам смотрит куда-то вглядывается я говорю мам ты че следы ищешь зайчика она говорит нет елочку ищу может срубим какую-нибудь елочку домой хотя у нас в общем то ни топора ничего нет она забыла что за срубленную елочку даже маленькую до метра полагается большой штраф и очень удивилась когда я ей сказала об этом друзья мои я вижу отсюда что построили по моему за дорогой новую беседку красота какая вот это да но мы действительно не были дня два наверное в лесу и вот уже я отсюда наблюдаю новую беседку да такую красивую сейчас мы птичек покормим на нашем месте где обычно а вот птички кстати зачирикали и вот они залетали то есть здесь побольше кормушек поэтому они видимо в этом месте сконцентрированы вот они синички мама уже полезла в сумку чтобы достать корм для птичек друзья дошли мы достигли мы с мамой дороги сейчас мама разложит по кормушкам семечки здесь я сегодня кстати говоря вот таких валенках посмотрите какую беседку построили нам дорожники это наверное дорожные службы строят такие штуки для того чтобы мимо проезжающие могли на дальнее расстояние могли отдохнуть покушать а может и наши власти вот так вот такая вот симпатичная беседка я очень рада из чистого дерева но грех было бы конечно бы не из дерева строить здесь беседку вот посмотрите какие бревна со свитой даже мне кажется они теплые красота какая я радуюсь я радуюсь как младенец всему красивому и новому в следующем проекте Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 свое видео немножечко погрустила по поводу новых правил в ютубе и непонятности то что происходит конечно это вводит ступор но тем не менее продолжаем дальше трудиться работать свое удовольствие самое страшное что может быть это если закроют канал вдруг ни с того ни с сего вот это страшно а все остальное переживем дорогие мои друзья всего вам доброго всем пока пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...